Салют с тобой, Чебальц, и великий обзор. Обзор на фильмы. Ребятки, посмотрел я в кино вчера. Я три фильма посмотрел. Вчера день был вообще насыщенный на кинопремьеры. Так вот, одним из них был фильм по соображению совести. Военная драма. Главное включение – Хэндрю Гарфилд. Есть такой. Смазливый актерчик, но, блядь, в этом фильме он сыграл достойно. Ну и многие другие актеры, да? Всех перечислять не буду. Фильм заставляет, блядь, все равно задуматься, поговорить про религию. Да, в нашей жизни без религии никуда. Дело в том, сейчас я прочитаю вкратце сюжетик, и что-то от себя добавлю, да? Медик американской армии времен Второй мировой войны, Дэймон Дос, который служил во время битвы за Окинау. Отказывается убивать людей и становится первым идейным уклонистом в американской истории. Достойный им медали почета. Ну, это, блядь, они так написали вкратце, да? От себя добавляю, ребятки. Жил пацаненок. В семье, где отец спил. Ну, бухал, да, забивал, мать. Я не буду рассказывать сюжет. Не бездючий. Я от себя говорю. Чуть-чуть, да, чуть-чуть спойлеру. Такой вот пацаненок всячески пытался защищать мать. Семья была верующая, очень верующая. И у него были свои соображения. Он не мог взяться за нож, за оружие. Хотя он защищал, ну, он в свое время защищал, да, мать. Убрал оружие. Но он поклялся Богу. Что он никогда не встанет брать в руке оружие. Тем более убивать. Тем более. И вот он встречает любовь, влюбляется, да, в девушку одну. Ну, блядь, что-то... Этой девушке потом не видно, не слышно. Все, чуть-чуть ее первое начало фильма показывают. Там любовь, морковь, там свадьба уже. Почти, да. И все. И уже, конечно, пол фильма, блядь. Фильм длится. Час. Нет, блядь, пизжу. Два часа. Два часа он длится. И, наверное, два часа... Час с хуем показывают точно вот войну. Против епушек. Как они говорят, да? Но перед этим... Он такой лошок, да. Все таки накачаны. Ты че там такие мужичары, блядь, в армии, сука, блядь. А тут переходит какой-то дрысь. Его называют кукурузой. Ну, типа кликуха, да? У всех в армии шликухи были, да? Ну, кто служит, тот знает. Тот меня поймет, да? И, сука, он отказывается, братья Руси, отказывается воевать. Естественно, все его лошады. Все говорят, что ты лошара. Блядь, они, сука, правильно делали. А церковь, сука, кто будет защищать? А мать с отцом. Ты че будешь на носилках? Бегать? Собирать их? Лечить? Оружие на кой хер тебе? Даже, сука, у нас, посмотрите, блядь. Наши советские военные фильмы, санитара, были с оружием. Что за пиздеж вы тут лепите, американские уебищи? Видите ли, у него соображение. Отхуярить? Пару раз, блядь. И это оружие ему в жопу засунуть. И, сука, воевать, блядь. Правильно солдаты его охуярили. Просто правильно. Я полностью одобряю. Сука, да возьми оружие. Тебя никто не заставляет быть воякой. Просто бери оружие, сука. А церковь будет гореть. А родители будут помирать. Будешь с носилками бегать, блядь. И со шприцом? Какой пиздеж. Вот честно, наивный, наивный пиздеж. И у этого козла надо было вообще нахуй убить там. Сразу же. Потом фильм раскрывается. И он помогает. Он становится добреньким таким. Все его любят. Этого Дейзмонта, блядь. Фильм шикарный. Моя оценка 9 баллов. Да. В бюджете 40 миллионов. Они постарались. Постарались сделать. Есть огрехи, конечно, блядь. До тошноты, если честно. То есть весь фильм, сука. У этого, сука, Дейзмонта. У актера Эндрю Герфилда, да? Герфилда, блядь. Прическа, сука, не меняется. Сука, ветер. Гранаты взрываются, блядь. Там пиздош, что творится на воне. У него одна и та же, сука, в прическе. Кто в армии с такими прическами служит? Олени, блядь. Там штука грехов. Ну, просто пиздош. Можно приебаться. К любому фильму можно приебаться. Согласен. Как фильм? Фильм мне понравился. Драма тяжелая. Тяжелая драма, но... Всем любителям, что вы смотрите. Это от себя. Это от себя. У нас... У нас был в армии, блядь. За такую хую. Его бы убили сразу, блядь. Вот честное. Оторвали голову. И нахуй такую мысль. Ну, не убили. Я утребую, конечно. Ну, вот пиздец. Посадили бы нам пукан. Как миленький, сука, с оружием, блядь, воевал. В общем, лайк, дизлайк, подписка. Фильм по соображениям совести. Не каждому смотреть, конечно. Потому что... Драма все-таки военный фильм. Но! Мел Гибсон Хуйню Не снимает. Он режиссер, актер, продюсер. Браво! Фильм добротный. Стоит смотреть в кинотеатрах. Обязательно! Все, ребятки. Покедус с тобой был. Арчи Босс. Чего какого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok